Друзья, вы на канале Интересен Лайф, с вами Наташа и Юра с Детройта. Сегодня мы приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир искусства, а именно на ледовое шоу «Фрозен», «Холодное сердце», а также «Энканто» – это новый мультфильм 2021 года. Это симпез театра и суток, где нашлось место фантастическому сюжету, акробатике, искусству фигурного катания. Поражает не только игра цветов, костюмы, цвет, аранжировка. Сегодня 19 февраля, воскресенье, мы в центре Детройта, приехали на ледовое шоу. Ледовое шоу будет проходить в центральном большом стадионе города Детройта. В переводе звучит как «маленький цезарь», хотя в этом названии столько величия, потому что в этом стадионе, на этом стадионе проходят все известные игры наших известных команд баскетбольной «Пистонс» и «Ред Винкс» хоккейной. Слева, видите, большая очередь, это здание масонов, и там проходит большой концерт, и поэтому трафик, простояли в трафике, наверное, минут 20. Но, наконец-то, нашли парковку, заплатили 20 долларов за парковку. Билеты на шоу стоят около 100 долларов, если внизу, а если выше, мы купили билеты по 50 долларов. И вот, подходим к большому стадиону, к ледовой арене, у входа, конечно, секьюрити, билеты покупаешь онлайн и показываешь только по телефону. И вот, сегодня «Холодное сердце» и «Инканто», два представления. Большой холл, здесь много ресторанов, конечно, можно купить еду, а также разные атрибуты, посвященные или спортивной игре, или выступлению. Ищем свои места. Представление уже началось, мы опоздали на 2 минуты. Вот, видите, игрушки, которые стоят до 20 долларов, яркие, сверкающиеся, развлекательные, игрушки. И, заходим в зал. Представление уже началось. Ну что ж, приглашаем вас на представление. С первых минут попадаешь в яркую, красочную, волшебную страну. Стадион очень большой. Он помещает от 15 до 22 тысяч зрителей. Смотрю, нет свободных мест. Полностью заполнен стадион. «Фрозен» или «Холодное сердце» – это американский компьютерный, анимационный, музыкальный, фантазийный фильм 2013 года. Но остается популярным уже сколько лет. Созданный студией Walt Disney и в Детройт привезла ледовое шоу компания Walt Disney. Мультфильм вдохновлен сказкой Ханса Христиана Андерса «Снежная королева». Наверное, все помните и знаете этот сюжет. Храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофер вместе со смешным интересным оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы найти старшую сестру Эльзу, которая нечаянно наложила заклятие на королевство и обрекла его в холодную зиму. Холодное сердце стало большим коммерческим успехом. При бюджете 150 миллионов долларов кассовые сборы картины составили около полтора миллиарда. Мультфильм стал обладателем двух премий «Оскар». У «Холодного сердца» появилось несколько комитазмных продолжений. В 2019 году появилось «Холодное сердце 2». И в этом году Роберт Эйгер заявил, что ведется работа над третьим мультфильмом «Холодное сердце 3». На сцене искусство фигурного катания соединено с акробатикой. Но поражает не только это, а как сочетается мастерство артистов со световыми интерактивными эффектами. Поражают костюмы, краски, энергетика, передача информации через цвет, движение, экспрессивность. Конечно, сказка «Фродзен» — это сказка о самопознании и о побеге от реальности в мир фантазии. Хотя это совсем не мир фантазии, потому что в нем побеждает добро. Какая самая главная идея этой сказки? О том, что любовь спасет мир. Вот это постоянная игра света, яркая иллюминация, а еще вот эти сверкающие звездочки-снежинки в руках зрителей не дают тебе возможности выйти из этого волшебства. Ты полностью соединяешься с героями этой сказки и сам хочешь помочь Энни спасти Эльзу и мир от мороза и разморозить его любовью. Мне очень нравится, как зал постоянно поддерживает актеров. Каждый трюк фигурного катания прям. Весь зал аплодирует ему, каждому артисту, переживает, волнуется. Очень феерическое шоу, очень интересно. Заканчивается Фрозен, холодное сердце. Сейчас антракт на 15 минут. И после этого будет второе представление Энканто. Конечно, во время антракта очень многие родители вышли и вернулись с большими подносами, с большими банками Кока-Колы, с большими пакетами попкорна, бутербродов, гамбургеров. Американцы любят поесть, очень любят. Вот это все шоу у них соединяется вместе с тем, чтобы хорошо им много поесть. После антракта началось второе представление Энканто. Ледовое шоу Энканто – это новинка студии Дисней. Это яркий экзотический мультфильм 2021 года. Самое главное, что после просмотра этого мультфильма остается много вопросов в сюжете, которые остаются без ответов. Оно еще ярче, чем холодное сердце, потому что латинская колумбийская культура богата на яркие краски. Энканто – это шоу ярких красок, ярких цветов, животных, зверей, бабочек. А что из себя представляет только один дом, весь в ярких цветах? В чем сюжет Энканто? Энканто рассказывает о семье мадригалов, живущих в волшебном доме в чудесном городке Энканто, спрятавшемся в горах Колумбии. В этой семье каждый ребенок получил уникальный дар. Или сила большая у одной сестры, или способность исцелять, или слышать мир цветов, животных. Только юная Мирабель оказалась без волшебства. Волшебство обошло ей. Но однажды магия этого городка оказалась в опасности. На страже этого дома стоит ихняя бабушка. И когда дом и городок оказался в опасности, только Мирабель смогла это все спасти. Она помогла семье обречь жизнь, свет, огонь, свечу. Самое главное, что фамилия Мирабеллы мадригал, что слантинского обозначает мать или материнская линия. Как бы это есть душа семьи и источник волшебства, свеча семьи, свеча жизни. В чем загадка этого сюжета? Была ли сила у Мирабель с начала при рождении? Или она получила эту силу? Или все-таки она осталась без этой силы? Да, наверное, была. И она получила ее с Рождества. И эта сила в поддержке семьи, в объединении семьи, в жизни семьи вокруг огня любви. Ведь жизнь это яркий мир вокруг нас. И нужно его созидать, а не разрушать. Представление закончилось под ликующие овации зрителей. самое главное, как теперь эта вся большая сила зрителей выйдет. Да нет, все было очень легко, аккуратно, как-то так направленно. У дверей всегда стояли и помогали, направляли зрителей к выходу. вот так стадион или арена выглядит после реконструкции, которая начала в 14-м году, а закончилась в 19-м. И было потрачено на реконструкцию около 900 миллионов долларов. Но стадион очень хороший, очень красиво. Сделано такое панно из шайб хоккейных сделано Red Wings хоккеиста, из футбольных мячей сделано футбольных, баскетбольных мячей сделано панно Pistons. Очень многие дети были одеты в костюмы героев, представления. Мы ходили на представления втроем. Я, Илонка и Эля. Эля очень, Эля очень понравилась представлении, но она осталась немножко грустная, потому что мы не купили игрушку. Друзья, спасибо, что были с нами на представлении мира, любви, добра. Спокойной ночи.